Не спали всю ночь. Это ужасно. Тяжело, да? Очень тяжело. Не могу сейчас говорить. Не могу. Тяжело? Ну, просто не могу говорить. Не знаю пока. Стресс, шок, наверное. На самом деле, самый первый митинг к организации, который приложил свои силы немцов, вот, солидарность, вот, Касьянов, ну, в общем, все его друзья и товарищи, это было на Болотной площади. Самый крупный митинг, самый первый, это был вот здесь, на Болотной площади. Немцов – честный, бесстрашный человек и веселый. Свободный человек в несвободной стране. И он уже не увидит тьмы, которая опускается над нами, над страной. И мы это увидим без него. Политики продолжают приходить. Вот, например, здесь также был адвокат Марк Фейгин, который сказал, что он не рассчитывает и не надеется на то, что это преступление будет раскрыто. Он также упомянул несколько других резонансных политических преступлений. А это преступление, он считает, именно было организовано по политическим мотивам. Давайте послушаем его. Я читал тысячи томов, документов и, так сказать, убийства или какие-то серьезнейшие происшествия, которые происходили в этом районе, раскрывались в считанные минуты. Здесь даже на башне Успенского собора есть камеры, вы понимаете? Потому что после событий 2011 года практически вся занная территория находится в ведении ФСО. Здесь каждый периметр, каждый сантиметр утыкан камерами. И не разобраться, не найти номер машины, не зафиксировать момент выстрелов и так далее, я в это просто не имею. Я думаю, что преступление не будет раскрыто. Сейчас начали выбрасываться версии о том, что здесь есть какая-то матримониальная подоплека. Это все чушь полнейшая. И это, безусловно, политическое убийство. И последствия будут тоже политические. Ну, я, вы знаете, я с ним виделся буквально в декабре. Мы обсуждали Надежду Савченко. Он обещал как-то подойти на суд. Мы с ним встретились около его дома. Он жил вот в этом, в районе Третьяковки. Забыл я как там. Виделись в кафе обычно, в кофе в хаусе, по-моему. А, нет, там какое-то японское кафе. Но мы с Борисом общались не так часто. Мы не были друзьями. Мы, ну, приятельствовали немного, но не были никогда друзьями. Он был действительно очень такой жизнелюбивый человек. Этого от него не отнимешь. Вот. И, так сказать, его убийство, это, безусловно, показательная штука. Она и для запугивания, а она такая многовариантная, так сказать, для разных вещей.